МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В машине безопасности. Как правильно выбрать детское автокресло? Быстрее, выше, сильнее. Воспитанник спортивной школы ИКАР Павел Бородин в составе сборной Нижегородской области принял участие в спартакиаде учащихся. Далее расскажем обо всем подробно. С началом учебного года вопрос безопасности юных пассажиров и пешеходов становится наиболее актуальным. Родители каждое утро перевозят своих чат, не всегда соблюдая элементарные правила. О необходимости использования детского автокресла и правилах его выбора рассказала старший инспектор по безопасности дорожного движения Елена Пантюхина. Перевозить детей на руках или в свободном положении категорически запрещено. Правило элементарное, но родители иногда пренебрегают им, особенно если расстояние до школы или сада небольшое. Даже на короткой дистанции может случиться авария, в которой ребенок может получить серьезные травмы. В этом году произошло 12 ДТП с участием несовершеннолетних. Пять из них – это были пассажиры. Все ребята получили травмы в различной степени тяжести. Однако, если посмотреть статистику, то наиболее меньшие травмы получили те дети, которые были пристегнуты ремнями безопасности, либо перевозились с помощью детских удерживающих устройств. Для обеспечения безопасности юного пассажира подходят автолюлька, автокресло и бустер. Выбирать их нужно правильно. Для детей до года используют автолюльку с маркировкой «0». В ней ребенок может лежать горизонтально и удерживаться спецремнями. Такую люльку устанавливают на заднее сидение машины, перпендикулярно ходу движения. Дети от года до 7 лет должны ехать в детском автокресле, которое соответствует росту и весу. Если посмотреть на его маркировку, то есть повернуть вот так, вот здесь у нас указана весовая группа. То есть это кресло предназначено для двух весовых групп. 9-18 кг и 15-25 кг. Для того, чтобы правильно выбрать детское удерживающее устройство, нужно посмотреть еще на другую маркировку. Так как все детские кресла у нас подлежат обязательной сертификации, на детском удерживающем устройстве обязательно должна быть обозначена информация. Сделана она вот такой оранжевой этикеткой. То есть здесь указано какое-то кресло универсальное, либо предназначено для какой-то определенной весовой категории. Также здесь указана страна-производитель. Это в кружочке у нас буква. На наклейке также должен быть номер испытаний. Можно зайти на официальный сайт и по нему увидеть, какие краш-тесты прошло устройство. Детей от 7 до 12 лет на заднем сидении машины можно перевозить не только в автокреслах, но и с использованием штатного ремня безопасности. Если рост чада выше полутора метров. На переднем сидении несовершеннолетний до 12 лет должен обязательно ехать в специальном устройстве. Если такая перевозка осуществляется без него, соответственно водителю, который перевозит маленького пассажира, грозит штраф в 3000 рублей. Если водитель использует так называемые треугольники для адаптации обычного ремня, для того, чтобы пристегнуть данного маленького пассажира, то это не будет считаться детским удержимым устройством в связи с тем, что такие треугольники не подлежали сертификации. К тому же на основе многих краш-тестов доказано, что такие устройства более вредят ребенку, чем обычный ремень безопасности. Госавтоинспекторы также напоминают, что просто посадить ребенка в автокресло недостаточно. Нужно его именно пристегнуть, иначе они имеют право выписать штраф. Безопасность детей – обязанность родителей. Нижегородские школьники и студенты смогут купить билеты на электричке со скидкой 50%. Акция будет действовать с 1 сентября текущего года по 15 июня следующего. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Для получения скидки школьникам необходимо будет предъявить справку из образовательного учреждения, а студентам – документ, подтверждающий факт очного обучения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 сентября ученикам запретят пользоваться мобильными телефонами в школах. Госдума одобрила закон еще в декабре прошлого года. Нововведение призвано улучшить концентрацию внимания учеников и снизить зависимость от гаджетов. Законом запрещается использовать мобильные телефоны во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью. Более 5000 нижегородцев пострадали от укусов клещей к концу августа. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Роспотребнадзоре. Чаще других в больницы обращались в Балахнинском, Ветлушском и Городецком округах. В 30% случаев клещи атаковали нижегородцев в селах и деревнях. В 26% – в саду или огороде. В 21% – в лесу. В лабораторной исследованы 5,5 тысяч клещей. Энцефалитом были заражены 19 из них. Секции, кружки и творческие студии в Молодежном центре – день открытых дверей. Родители получили возможность ознакомиться с широким спектром объединений и определиться, куда записать своего ребенка, чтобы педагоги центра раскрыли его талант. О богатстве выбора и творческих исканиях в нашем следующем репортаже. Танцы и программирование, английский язык и математика, плавание и теннис. В Молодежном центре прошел день открытых дверей. Гостей ждали творческие выступления от объединений центра, мастер-классы и детская игровая зона. Наш молодежный центр, думаю, никто с этим спорить не будет, является точкой притяжения, точкой кипения молодежи, подрастающего поколения нашего города. И наша основная миссия – это создать все условия для того, чтобы молодежь, дети самореализовались. И сделать это так, чтобы это еще соответствовало современным всем тенденциям. В творческой части вечера для гостей выступили воспитанники студии спортивных бальных танцев. А ученик школы «Дива» Василиса Данченко Егор Вдовин исполнил песню. Далее родители могли записать своих детей в различные объединения и студии. Были представлены информативные презентации каждого направления. Например, развивающий клуб «Ступеньки» занимается подготовкой маленьких сыровчан к школе. С пяти до шести лет – это обучение чтению, погружение в мир звуков, крупная мелкая моторика. Все занятия проходят в интересной игровой форме. С шести до семи лет – это непосредственно обучение грамоте, обучение счету, письму, чтению, а также работе с географической картой. В кружках молодежного центра ребята могут как научиться о зампрограммировании, так и записаться на современные танцы. А кто-то, возможно, захочет удивить школьного учителя и займется совершенствованием почерка. В свои двери открыли также вокальная школа и театральная студия. Для непосед и гиперактивных детей есть обучение плаванию. Записаться на бюджетное направление можно по телефону 99-118. В этом году мы открываем новое направление – медиастудия «Школа волонтера». Медиаволонтерство сейчас очень активно развивается по всей России. Оно образовалось на стыке двух сфер – журналистики и волонтерства. На наших занятиях ребята узнают не только все о волонтерстве, о его видах, практиках, истории, но и станут создателями настоящего, сочного, креативного контента. Если вы – творческий человек, любите фотографировать и писать статьи, организаторы с радостью ждут вас в своей дружной редакции. Записаться в медиастудии можно по ссылке в закрепленном посте группы молодежного центра ВКонтакте. За участие в мероприятиях ребята могут получать доброчасы, а также общаться со спикерами, которые передают свой опыт, наработки и лайфхаки. А для тех, кому не терпится блеснуть чувством юмора и актерским мастерством, в этом году начинает действовать клуб «Школа КВН». В него могут записаться активные творческие ребята от 17 лет. В клубе они будут работать под руководством опытных КВНщиков. Так что этот клуб для тех, кто хочет показать себя, научиться работать на сцене, представлять себя, свою команду, и тех, кто вообще, в принципе, увлекается этим направлением или же желает начать им увлекаться. Самые активные ребята смогут принять участие в масштабном межрегиональном проекте «Атомный КВН. Творчество и культура в закрытых городах». Он состоится уже следующей весной. Подробности по телефону 99-108. В завершении дня «Открытых дверей» и в честь Дня российского кино дети посмотрели советские мультфильмы на большом экране. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Быстрее, выше, сильнее. Воспитанник спортивной школы «Икар» пловец Павел Бородин в составе сборной Нижегородской области принял участие в спартакиаде учащихся, которая прошла в Пензе. Саровчанин достойно выступил на трех личных дистанциях, а также состязался в эстафетах и принес важные очки в общую копилку сборной. О спортивных буднях пловцов узнала наша съемочная группа. Впервые Павел Бородин попал в бассейн в два года. Отец привел его на сеанс свободного плавания. В пять лет родители записали Павла в секцию. Мальчик пробовал заниматься разными видами спорта, но больше всего ему понравилось именно плавание. Он продолжил занятия и в итоге стал кандидатом в мастера спорта. Сейчас Павлу уже 15 лет, и поездки на соревнования для него не редкость. За плечами спортсмена два первенства России и одно первенство федеральных округов. Я участвовал в очень многих разных соревнованиях, в том числе областные, всероссийские. На областных я довольно часто занимаю места, в том числе и первые. На всероссийских пока что просто участник. В Пензе прошла 12-е летние спартакиада учащихся России. Турнир по плаванию стал самым массовым. В нем приняли участие 403 пловца из 53 регионов страны. Уровень соревнований довольно серьезный. Допускались только спортсмены в диапазоне от первого взрослого разряда до мастера спорта. На состязаниях была представлена и Нижегородская область. Павел Бородин отобрался на спартакиаду еще в декабре прошлого года, набрав необходимое количество очков и попав в десятку лучших пловцов области. В составе сборной он достойно выступил на трех личных дистанциях. 100 метров бутерфляем и на спине, а также 50 метров на спине. Сам спортсмен довольно скромно рассказывает о прошедших состязаниях. Было две 100 метровки и один полтинник. Было сложнее, чем обычно, но в принципе ничего нового. Соревнования прошли нормально, мне все понравилось. Но главный конек Павла – эстафеты. Спортсмен никогда не отказывается от них. Эстафеты требуют большой ответственности и командного духа. Ведь после личной дистанции требуется выступить еще лучше и отдать все силы ради команды. По словам тренера, Павел – максимально командный спортсмен, который зачастую выступает в эстафетах куда лучше, чем в личном зачете. Соревчанин принял участие в трех эстафетах и традиционно принес важные командные очки. В итоге сборная Нижегородской области заняла 15 место из 52 возможных. Тренер Павла надеется, что руководство спортивной школы ИКАР продолжит поддерживать спортсмена в его стремлении к новым успехам, создавая все необходимые условия для тренировок. Цель, наверное, выполнить мастера спорта. Также не стоит забывать про учебу. Ну, посмотрим, как буду успевать совмещать спорт с учебой. Помимо занятий плаванием, Павел также играет в волейбол за сборную гимназии номер 2. В любом случае отдыхать сыровскому спортсмену некогда. Уже в сентябре его ожидает подготовка к отбору на первенство федеральных округов по плаванию. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. СРОВ-24. СРОВ-24 На активную программу на выходные подготовили для саровчан городские организации. Куда пойти и что посмотреть, расскажем в нашей рубрике «Афиша». 30 августа в 15 часов на стадионе «ИКАР» пройдет первенство Нижегородской области по футболу среди детско-юношеских и молодежных команд сезона 2024 года. «ИКАР» 2010 «Добро Саров» против ФК «Арзамас Фок» чемпион 2010. В 18 часов состоится чемпионат города по футболу 2024 года. Вторая лига. Десятый тур. Сокол Елизарьева. 31 августа в 10 часов на центральном футбольном поле пройдет фитнес-утро. Возрастное ограничение 6+. 30 и 31 августа на спортивной площадке молодежного центра пройдет цикл спортивных мастер-классов «Спорт. Альтернатива вредным привычкам». 31 августа в 17 часов молодежный центр приглашает на фестиваль «Кей-поп». Для лиц старше 12 лет. В городском музее проходит выставка плакатов из фондов «Здравствуй, школа». 32 августа в 11 часов в музее пройдут мероприятия в рамках программы «Лето в музее». Сотрудники подготовили творческую мастерскую «Узелок к узелку». Ребята смогут создать сплетенные браслеты и шнура. Возрастное ограничение 6+. 32 августа художественная галерея приглашает на программу «Каникулы в художественной галерее». Гостей ждут экскурсии по выставкам и творческие мастерские. Начало в 12 часов. Возрастное ограничение 6+. 31 августа галерея ждет горожан на программу «Суббота в художественной галерее». Можно будет посмотреть выставки, а в 12 часов начнется фильм «Моя ужасная сестра 2». Возрастное ограничение 6+. 32 августа в 11 часов в Пушкинке стартует всероссийская акция «Бегущая книга». Акция при поддержке программы «Территория культуры Росатома» в этот раз будет приурочена к Году семьи. Книгобежцы зададут саровчанам вопросы по теме «Семейные династии». В этот же день в 14 часов в библиотеке пройдет информационно-творческая акция «В память о погибших в Беслане». Возрастное ограничение 6+. 1 сентября в 10 часов горожан приглашают на открытие нового центра культурного развития по адресу улица Менделеева, дом 50А. В 12 часов в забег «Бегущая книга» там проведут сотрудники библиотеки имени Маяковского. Возрастное ограничение 6+. 31 августа в 19.00 на сцене на воде набережной парка «Зернова» пройдет музыкальная суббота. Концерт Натальи Размысловой. Дискотека 90-х. А 1 сентября в 16 часов горожан приглашают на красочный день знаний в парке на танцевальной площадке. Возрастное ограничение 6+. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули выходные. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин